С сегодняшнего дня начала работать схема организации дорожного движения на улице Пушкинской между улицами Пантелеймоновской и Большой Орнаутской. То есть прежде по улице Пушкинской было организовано дорожное движение по трём полосам и с двух сторон было выделено около одного метра для стоянки транспорта. К нам поступали обращения граждан, водителей города Одессы. Мы провели мониторинг вместе с управлением патронной полиции. Пришли к выводу, что нужно увеличить пропускную способность улицы Пушкинской на пересечении с Пантелеймоновской. Почему? Потому что кроме водителей частного транспорта, там заходит на Пушкинскую 4 маршрута троллейбусов и 9 маршрутов автобусов общественного транспорта. Две недели тому назад, как-то требует законодательства, мы установили знаки, нанесли дорожную разметку. То есть сейчас действуют 4 полосы до Большой Ирнаутской и остановка транспорта запрещена. Две недели мы дали водителям для того, чтобы увидеть, понять, услышать и продумать схему движения своих транспортных средств. С сегодняшнего дня начали работать наши инспекторы с паркования. С утра плюс управление патрульной полиции нам дало 4 экипажа в помощь для того, чтобы выявлять нарушения на данном участке движения. На сегодняшнее время, на 12 часов нашими сотрудниками уже составлено 12 протоколов об административном нарушении. Как мы видим, вот сейчас я ехал сюда, стоит всего 3 машины. Это тема автомобиля, на которой мы составили административные протоколы, но водители пока не подошли. Надеемся, что в течение 2-3 дней, ну может быть максимум недели, все водители привыкнут и уже нарушать не будут. То есть проезжаемость, мы надеемся, что она увеличится. Любой эффект, который подразумевается, это увеличение проезжаемости. Мы уже сейчас видим, что в зависимости от того, что стоит уже не 10, а 20 машин, а 1-2, то пропускная способность этого участка Пушкинска увеличилась и достаточно комфортно уже ехать. Но самый такой главный и масштабный проект, который все-таки мы надеемся довести до логического конца, это Николаевская дорога. На сегодняшний день уже мы согласовались в полиции схему, где предусмотрено 6 полос для движения. То есть вот сейчас, так как работает реверсивное движение, вот с утра, в сторону города будут действовать 4 полосы. Одна полоса для общества транспорта будет действовать с 7 до 9, 2 часа, а потом опять она будет работать в обычном режиме и 4 полосы будут работать в город. Когда реверс будет в другую сторону, то есть в 3 часов дня, 4 полосы будут работать в сторону поселка Котовского. Все это мы делаем без расширения дороги, изменением разметки. Получается, что все полосы будут по 3 метра, только две реверсивные полосы будут 2,75. ДБН допускает эти изменения. Ну вот это то, что такое самое главное. Плюс буквально, я надеюсь, что до конца этого месяца мы закончим разметку на 25-й Чапаевской маршала Жукова. Прежде весь транспорт, который шел по 25-й Чапаевской, он пропускал транспорт, который заезжал с Комарова и создавалась пробка по 25-й Чапаевской. Сейчас мы разделяем потоки. Продолжение следует...